На республиканском стадионе Баку имени Тофика Бахрамова заканчивается перерыв первого матча второго коллекционного раунда Лиги Чемпионов между хозяевами Левчи и футболистами ЦСКА. После первых 45 минут счет не открыт 0-0. Армейцы, как это ни странно позвучит, реже били по воротам соперника, чем игроки азербайджанского клуба, но удары у москвичей были куда опаснее, и один только Иржи Рошик имел две неплохие возможности для того, чтобы вывести свою команду вперед. Нет еще пока команд на этом зеленом поле, который радует глаз и своей ровностью, и цветом травы. Настраивают с помощью достаточно известной, бодрой заводной мелодии организатора матча болельщиков на позитивную волну. Параллельно с этой музыкой сейчас из динамиков неслась информация о том, как играют другие команды, которые стартовали сегодня в Лиге Чемпионов. И пока только один результат вызывает большой интерес. Польская Висла выигрывает в Грузии уместный вид Джорджии 4-1. Кроме этого матчей нашей игры, также сегодня встречаются албанская тирана с венгерским Ференцварышем, славянская борется с датским Копенгагеном, финский Хиг с израильским Макаби из Тель-Авива, донецкий Шахтер на выезде играет с армянским Пюником. Довольно много зрителей, складывается ощущение, что постепенно трибуны все больше и больше заполняются по ходу встречи. Ну и мы видим, что много национальных флагов, но тем не менее, тем не менее, очень мало болельщиков, у которых были бы предметы с символикой Невчи. Может быть, футболки, может быть, шарфы. Ну, шарфы в боку, конечно, это некоторый нонсенс. Статистика первого тайма. Вот можно сразу догадаться, что ни разу ни один из соперников не попал в офсайт. Угловые 2-2. Желтая карточка одна. Была показана игрокам Невчи Анатолию Тиблоеву ни одной красной карточки. И армейцы чаще владели мячом. Выходят команды на второй тайм. Первые где-то делают футболисты из боку. Футболисты Невчи. Напоминаем их состав. В воротах первый номер Гусейн Магомедов. Первая линия обороны слева направо. Руслан Абасов 19-й. Рошад Садыгов 14-й. Игорь Гетман 2-й. Вторая линия обороны. Еще три защитника. Номер 6-й Рошад Садыгов. Четвертый Имен Гулиев. Третий Анатолий Тиблоев. Футболист с русским паспортом, с российским паспортом. Два атакующих полузащитника. Слева 18-й. Веда Дерзаев. Справа 7-й. Везде 7-й, так скажем. Диспетчер команды Махмуд Курбанов. И два нападающих. Девятый капитан команды Гурбан Курбанов. И 22-й. Заур Тагизады. Казбек Туаев главный тренер. Невчи опытный специалист, которому в ноябре исполнится 64 года. Валерий Газаев руководит ЦСКА. Вот смотрите, замена. 14-й номер. Или Дмитрий Кириченко сейчас вошел в игру у ЦСКА. Или Рошад Садыгов ушел с поля у Невчи. Но думаю, что первый вариант имеет больше оснований. Для того, чтобы вы не сказали нам. Потому что атакам ЦСКА не хватало. Остроты именно со стороны нападающих. Симак хорошо действовал в подыгрыше. А Улич много бегал. Но он никак не мог толком проявить себя. Никак не мог заработать штрафной для Гусева. Или для Юрия Лайзенса. Так чем-то и Симак отличается у нас. Что человек эпизод, человек гол. Если так можно сказать. Кириченко. Ой, извините, Кириченко. И мы помним. И гол его забитый в чемпионате Европы. Да, действительно, прошу прощения, Дмитрий Кириченко вошел в игру. Ну, правильно. Правильный ход. Варняется. Посмотрим вместо кого. ЦСКА начинал первый тайм в следующем составе. В воротах Игоря Кенфеев. Три защитника. Шестой Алексей Березуцкий. Второй Дэвид Эшемберес. И пятнадцатый Чириоди. Опорных оббег Элвер Рахимич номер двадцать пять. Два центральных полузащитника. Семнадцатый Милош Красич. Его ближе к концу первого тайма. Валерий Газаев заменил на девятнадцатого номера Юриса Лайзенс. Двадцатый Иржи Ирошек. На флангах восьмой Ролан Гусев. Справа восемнадцатый Юрий Жирков слева. И два нападающих. Капитан команды Сергей Семак номер пять. И Ивица Олеч номер девять. Олеч на поле. Давайте смотреть. Присматриваться. Вместо того вышел сейчас Дмитрий Кириченко под четвернадцатым номером. Лайзенс, Ирошек, Гусев. Семакая, по-моему, не вижу. Да, и действительно капитанская повязка, если я правильно вижу, у Ролана Гусева. И первый штрафной. Вот то, что не хватало армейцам до перерыва. Самотверженно сыграл. И правильно на скорость сыграл Олеч. И заработал штрафной. Очень опасно, думаю, будет. Точка удобная для того, чтобы и с правой, и с левой ноги пробить. Здорово сыграл Хорват. Был замененным. Все знают, за несколько мгновений до окончания последнего для ЦСКА перед этим матчем. Лиги чемпионов матчем чемпионата с Рубином. Летел в Берлин, где у него в специальной клинике находится жена, которая сейчас подходит к концу ее беременности. И вот через месяц Олеч второго ребенка должен увидеть своего. Естественно, волнуется. Тем не менее, даже в такой ситуации умеет сконцентрироваться на игре. Смотрим. Вот. Круглый план дает понять, насколько же армейцы превосходят соперника в росте. Олеч и Гусев. Интересно, что Лайзенс пока в кадре не находится. Хотя, опять же, знаем, как бьет штрафные Латыши. Рядом Ероша, кстати. Но Олеч-то бить точно не будет. В принципе, ситуация для Ролана Гусева. Лучше не придумаешь. Попади в ворота. Его лишь открыться может туда, во фланг. Удар хороший, но выше все-таки. Тем не менее, отмечаем первую опасную атаку после перерыва. И первый удар поворотом в исполнении армейцев. Каких сантиметров не хватает. И вот, что Ероша бил в первом тайме два раза. И сейчас все-таки неплохо пробил Гусев. И вот интересно, посмотрите, сдвинулся Гусейн Магомедов. Пошел в тот угол, который закрывает стенка. И попади, Ролан Ворота, был бы гол. Ну, все тут настолько решает какие-то доли секунды. И обмануть вратаря, то есть всем видом показать, что я бью туда, а в последний момент поменять ногу. Но это мастерство. Олич, он вновь цепляется за мяч Харвак. И опять мы видим, как прессинг включают красно-синие. И уже нет игры в касании. Хотя, в принципе, в первом тайме игры в касании было немного у бакинцев. Но сейчас ее нет вовсе. Тиблоев. Как далеко шел в центр поля второй нападающей. Команда хозяев Заур Тагизаде. Нам показывают, что желтую карточку за фолк против Олича получил Рошад Садыгов. Второе предупреждение для хозяев. Быстро Ибергетман взял мяч в игру и за боковой. Как корпус поставил здорово Алексею Березуцку. Сейчас соперник. И подача хорошо, что не получилась. Вы знаете, это очень хороший прием. Сейчас продемонстрировал нам футболист Нич. Хоть и армеец выше ростом и мощнее. Он вовремя поставил корпус. Он опор на ноги. И армеец так и довольно-таки отлетел от него. Судейскую бригаду еще я вам напомню. Все она из Израиля. Асав Кинан. Арбитр в поле. Абет Аль-Рамели и Эйл-Хартука. Два лайнсена. Висиш. Олег Газаев постоянно по традиции выходит в кромки поля. Постоянно пытается подстегнуть своих подопечных. Устранить те недочеты, которые есть в их игре. Ну, еще раз отмечаем, что подопечные Казбека Туаева очень грамотно обороняются и числом, и умением. Не просто армейцы. Березуцкий. Назад на Кинфеева. Никто не прессингует. Улич даже не выпрыгивает. Так грамотно выбрал позицию. Да, он натиснил. Оттиснил корпусом защитника Невчи. И не пришлось ему прыгать. Это тоже искусство такое большое. В любом случае, если бы защитник пытался отмять сыграть, он был бы фолд. И опять на руку армейцы. Ну, что плохо, что никто не пошел помогать ему. И мяч легкой добычей оказался у футболистов Невчи. Ну, вот ближе стали играть армейский хор. Конечно, ближе надо. И вот поэтому, видите, сейчас немножко создали напряжение. И пришлось выбивать мяч за боковую. Но немножко что-то не хватает армейцам. Напора такого, может быть, именно то, что подбирать мяч, нужно создавать давление дополнительное. И я думаю, что не будут совершать ошибки футболисты Невчи. Будут обязательно. Сейчас полегче должно играть в футболистом ЦСКА, потому что солнцу уже не заливает вот этот изумительный зеленый прямоугольник. Попрохладнее, полегче. Гусев, прошу прощения, Жирков на Олеча. Забегание делал молодой армейский полузащитник. Олеч на Лайзенса. Но приходится вот так вот забрасывая мяч. Вот хорошо сейчас подобрали мяч. Ну и мяч даже, пускай ушел за боковую линию, все равно у армейцев остался. И они вот атакуют. Видит, Личенко правила нарушил, пытаясь чисто выбить мяч. Корпусом хорошо бакинцы покрывают мяч. Утажный из эпизодов, когда они видят единоборство. Перевод в центр на Игоря Гетмана. Как легко сейчас прошел по центру полузащитник Левчи. И Алексей Березуцкий очень надежно сыграл в обороне против Заура Тагизаде. Который вряд ли может пока эту встречу себе в активности. Тот просил, наверное, чтобы зафиксировали нарушение. Кстати, Березуцкий очень четко сыграл в мяч. И молодцы арбитры, особенно боковые, которые... Зафиксировал четко, что удар от ворот. Крутным планом первый номер мячи. Бусей Магамедов. Ошибка сейчас какая. Вот отключает армейцы Пресенко. Начинают ошибаться защитники хозяев. Олич не поставил как следует корпус Хорвата. И оттеснил его теплой, угловой. Сейчас Жиркова отметим. Потерял мяч Олич, но Жирков тут как тот. И этот мяч подобрал. И заработал угловой. Ролан Гусей перемещается. Осталось совсем немножко подать хорошо угловой. И кто-нибудь, чтобы поборолся. Из армейцев. Опять же помним, как угол забил. Красивый лицо Олич. После подачи Бусева справа. Поворот Рубин. Выигрывает верховую борьбу. Подача. На Оличе была подача. Удар Хорвата. Третьей попытки будет нанесен. Нет. Он нанес удар. Удар, к сожалению, по ноге, по-моему. Ну, конечно, не нарочно. А так получилось, что он из большого желания пробить по воротам. Но не заметил, что там в руках мячей находятся. И чисто машинально нанес удар по нему. И поэтому штраф начался. Две замены использовал Валерий Газаев. В резерве у ЦСКА остается Василий Березуцкий. Вениамин Мандрыкин. Денис Попов. Осмар Феррейра. И Богдан Шершин. Слышна поддержка московских болельщиков. Ну, не обязательно московских. Российских болельщиков, которые переживают за ЦСКА. Которые такой выезд предприняли длинно. В данном случае мы все должны переживать за нашу команду. Нам от этого только всем будет интересно. Рахимич, прошу прощения, хорошая комбинация. Оказался Олевич за спиной защитника. Я только потом пытался выскажить. Жирков. Обыгрывать надо, обыгрывать. Удар через себя. Ай-яй-яй. Какой гол бы был красивый, если бы сейчас забил Олевич. И так они заканчиваются. Молодцы армейцы. Молодцы. Продолжая давить, у Гусева не получается подача. Да, к сожалению. Не идут все очень. Что не свойственные Гусеву, к сожалению, такие подачи делают. А так затяжная атака была. И Олевич прекрасный бил. Я думаю, что сдвинулся что-то в такой точке замерзания. Точно так же. Должны прибавить армейцы. Это, безусловно, мастерство Газаева как психолога, как тренера, умеющего настроить своих подопечных. И первый и второй тайм. Очень мощно красно-синие начинают. Располагаясь комфортно на чужой половине поля. Главное, вот сейчас эту инициативу не отдавать. Не давать сопернику возможность с мячом владеть. Смотрите, на коротке, спокойно, на ближнего. Подержать мяч. Все это, что называется, хриви. Здесь или атаковать всем надо, или, значит, не атаковать никому. Сейчас момент наглядный долг. Никак не могли отобрать мяч. Ну, подойди тогда, возьми других игроков мячи. И могли бы мяч припать. К сожалению, так не получилось. И спокойно мяч приняли. И вот сейчас атака идет. Рахимович очень грант поиграл. Тем не менее, дает возможность пяткой подать. Хорошо так все обошлось. Не зря Газаев нервничает сейчас. Напрашивался этот ход, смотрим. И никто не подстраховал там. Вот с опозданием это кто был сейчас, Настя. Но момент очень неприятный был. Тут же атака ЦСКА. И опять передача Гусева. Это, мягко говоря, неубедительно. Лайзенс назад. Будем надеяться, что игра перетечет окончательно в это русло. Арктицы будут постоянно владеть мячом. Атаковать. Но вот хотелось бы, опять же, чтобы более острые, более точные были передачи. Даже боксами и состротой. Хотелось еще более, чтобы они как-то поискусней, чтобы играли. Сейчас передача, она необоснованная была. Она никуда была. Такие передачи надо давать на третьего. Есть такое понятие в футболе. Дают в одну сторону. Игрок, который бежит, продолжает бежать. И уже третий игрок дает ему передачу туда вперед. Чувствует Казбек Туаев, что сейчас ситуация не под контролем его команды. И замена полузащитника Ильшан Гамбаров у кромки поля. Опытный, 32-летний игрок. Вообще, он же достаточно опытный. Прошу прощения, он же, конечно же, не в чит. Достаточно опытная команда. Скидковича подобрать некому. В одну линию почему-то. Да, и не подтягиваются тылы армейцев. Как-то не вот ошибка. Березовский, как в общем-то, настолько неуверенно сыграл. Гурбанов мяч у него отобрал. Однако сам шестой номер СССР справился. Справился. К счастью нашему, что он не справился. И выбил мяч за боковой. Здорово, что робко играет легче в эти минуты. И большего была бы сейчас атака по количеству хозяев. То, значит, чем бы это закончилось. В руку попадает мяч Бакимцу. Однако судья показывает, надо играть. Теблоев. Красиво падал на штрафной. Арбитр был рядом. Не купился. Одио в подкате надежен. Березовский на Ярошика. И тот хотел обыграть. И потерял мяч. Удар Шемберес его на себя принимает. Это паника началась. Что и, в общем, не очень хорошо-то. Не заметил Олечник. Что Хриченко открыт. И опять вот старается. Хорват бьется. Тащит сам мяч вперед. Сам себе момент осоздаёт. Но не всегда обладает необходимым кругозором. Не всегда видит реальную ситуацию на поле. Если бы он всем этим обладал, бы он тогда другой уровень игроком был бы. Вместо Анатолия Тиблоева, у которого была жёлтая карточка, игравшего по третьим номерам, в игру у Невчи входит Ильшан Гамбаров. Полузащитник номер 11. Подустал, может быть, Тиблоев. Отвечал он вместе с вторым номером Игорем Гетманом за правый фланг. И не случайно сейчас у армейцев много. Неплохо получается на левой бровке. И убирает с этого фланга, с этой зоны уставшего футболиста, выпуская свежего на эту позицию. Капитан команды Махмуд Гурбанов. Прошу прощения, однофамильец капитана Махмуд Гурбанов. Капитан Гурбанов. Игорь Гетман кутным плану. Снова с мячом второй номер. Ищет постоянно бакинца Махмуда Гурбанова, который способен такие передачи отдавать. И неприятный удар с острого угла схода. Очень неприятный. Это не берущийся мяч был, если бы мяч клюнул бы в дальний угол. Да, Ренат Досаев, наверное, сейчас вспомнил удар Марка Ван Бастена. Да, но только немножко с другого фланга. И намного сложнее в исполнении ударов с целета. Но коварные удары, это вообще удары, они неприятны для вратарей. Потому что мяч по такой дуге идет замысловатый. Холич. Молодец, Холич. Как выходит на ударную позицию и бьет рядом со штангом. Вот кем он ценен. Принять, обыграть на скорости и пробить. Что еще? Ну а Висла чудеса результативности показывает. В Грузии 6-2 уже поляки выигрывают Вита Джорджа. Ну думаю, что для этой команды выход во второй отборочный раунд уже неплохое достижение. Я имею в виду Вит Джорджа. Висла все-таки более опытный клуб. Ну и польский футбол. Польский национальный чемпионат в последнее время прогрессирует. Не так быстро, может быть. Но заметно прогрессирует. И сложно это отрицать. Появляются у него сильные игроки. И активно уже они даже в Россию потянулись. Уже 4 футболиста, если не ошибаюсь. Здесь в России играет два полевых игрока и два голкипера. Рахимич снова здорово играет Элгор на опережение. Видимо, игру в касание. Жирков. Лайзенс. Тихо, тихо. Пошел туда. Вперед чужую штрафную площадку. Дмитрий Кириченко. Ирошик просит передачу. Переводит его мяч. Рахимич бить неудобно сразу. Плохо мяч, Ирджи Ирошик. Удар какой! Юрий Жирков. Браво. Если бы Ирошик мяч подработал одним касанием, у него очень много времени было, чтобы или самому ударить. Но, кстати, он нашелся. Вышел из положения. Здесь отметим Жиркова. Очень хороший удар. Чуть повыше бы ударил, и был бы голубым. Еще один угловой четвертый, по-моему, подают армейцы. Смотрим на передачу Ирошика. Четвертый номер. Вроде бы опытный защитник Рашат Садыгов. Выбросился сейчас на игрока. Он не успевал. И последний, как жест отчаяния, был именно в подкате попытаться этот мяч перекрыть. В ситуации голевые возникают постоянно. У чужих ворот подходит. Очень близко армейцы к голу. Чуть-чуть добавить. Для того, чтобы забить. Удар за ударом. Удар за ударом немножко поточнее надо сыграть. Чуть-чуть так вот в точности. И будет нормально все. Давно уже не переходили на правую половину поля хозяева. И снова увидим прессинг. И снова игра на опережение. Добавляют армейцы после перерыва еще один штрафной. Вы знаете, наглядно видно, Илья, что подустали футболисты мячи. Не успевают они уже. Должны армейцы сейчас воспользоваться этим делом. Их игра, безусловно. Отсюда, наверное, не столько для Гусева, сколько для Ирошика. Точка и оба футболиста рядом с мячом. И Олич постоянно готов поучаствовать в розыгрыше стандарта. Будем договариваться, кто будет откатывать, кто бить. Олич откатит. Как будто Гусев остановит, а Ирошика выстрелит. Видимо, так. Да нет, в прямую. В голову попадает защитнику мяч. И тут же останавливает встречу. Израильский арбитр показывает, что надо выйти на поле. Моментально отреагировал арбитр. Наблюдал ситуацию и понял, что... Прямо в лицо даже не то, что в голову. Мощнейший удар. Удар очень мощный был. И, в общем, трудно сказать, если бы защитник как не сыграл самоотверженность, чем бы это все кончилось. Подкрученный мяч. По неприятной траектории. Сильный удар. Тут самый Рошад Садигов, который, думаю, многим сегодня запомнил со своими действиями. И так выглядит республиканский стадион имени Тофика Бахрамова в Баку. А мы с вами имеем возможность еще один повтор штрафного ЦСКА увидеть. Опять мы видим, что нервничает голкипер, да, Бакимцев? В момент удара он то в один угол дернется, то в три рубежа. Ну, во-первых, он небольшого роста. Ну, в смысле, относительно небольшого роста. И, конечно, это дополнительное неудобство, что приходится ему перемещаться и угадывать порой. Третий. У нас спорный мяч в этой игре. По-джентльменски сыграли. Борисов. Левчил. Дернули мяч Армейцин. Там один Дэвид Эшемберас. На вратаря, видимо. Кенфеев вышел на за пределы штрафной. И выбил Игорь мяч не лучшим образом сейчас. Ерошек. Лайзенс подбирает мяч. С выходом на поле Лайзенса меньше потерь стало мяча. Армейцев Гусев прошел, наконец, соперника по своей обровке. Подача на Гереченко. Вы знаете, как-то порой у Гусева получается все время куда-то мяч он направляет. К сожалению. Можно как-то собраться был на эту передачу. Так хорошо обыграл игроков. Ушел от Шембераса сейчас Тагизаде. Ну, слава богу, что Тагизаде так же сыграл. Но не точно для армейцев хорошо. Казбек Туаев наверняка что-то вспомнил из своего игрового прошлого. Его же позиция, да? Да, вот. Вот такие передачи не делали. Сейчас Казбек Туаев делал точные передачи. Наверное, точно. Все-таки такую работу проделать, так обыграть. И вот, кстати, там даже сказать, что это удар по воротам нельзя. И передачи там никого и не было, если футболистов не в чьи. Герошик едва не сыграл в стенку с соперником. Коди. По большому счету, вот то, что мы видим, если от логики футбола отталкиваться, все сводится к тому, когда ЦСКА дожмет, когда забьет. Но футбол, к сожалению, не всегда логичная игра. Да, и логичная, и дожмет. Могут так вот и атаковать, и атаковать. Лайзенс. Пошли забросы мяча в штрафную площадку. И пустоты, ну не то чтобы появляются, обозначаются пустоты на левой половине. Но опять все у армейцев определяется в точность. Вот двух-трех передач именно на переднем рубеже. Ой, какая передача пятка была красивая сейчас у Вида Дерзаева. Налево. Остановка неплохая у Гурбана Гурбанова. И фолч и Диодиа заработали. Хорошая атака, и опять же отметим передачу, которая нам... Передача была вообще великолепной. И главное то, что получил мяч там футболист Невчи. И нельзя давать футболистам, вот, бакинцам, бакинского Невчи вот так играть свободно. Вот так передачу делать, и они потом их не поймают. Иодиа получил горчичник в этом матче. У бакинцев предупреждение насчету Рошада Садыговой и Анатолия Теглоева. Ну и давайте посмотрим, какой розыгрыш мяча сейчас будет у хозяев. Повтор показывает. Да, и зачем это он делал? Потому что уже на мяче был, как он, Гусев там на помощь спешил. Хорошо, если так все закончится, будет получиться. Все-таки опасность штрафная. Иоди Рзаев вынесли мяч армейцы из связи от моей площадки. Дэвид Эшемберс это сделал. Ну вот, видите, болит опять. Кереченко. И у Димы неточная передача. Да, и все на этом закончилось. Не совсем понятно, какое уж там нарушение правил увидел арбитр. Что такого сделал Юлий Лайзенс. Борьба плечо в плечо была. Давайте посмотрим. Нет, он рукой цеплял его. Левой рукой цеплял. Даже не за руку, по-моему, за трусы. Так незаметно. Розыгрыш неплохой. Удар! Самый опасный момент в матче, созданный футболистами Бакинского и Невчих. Четвертый номер. Рашад Садыгов. У нас сегодня Садигов и Садыгов. Опорный хорбек. Трибуны сразу оживили. Ну, примерно такой же удар, как в первом тайме нанес Ерошек. Ну, может быть, чуть-чуть мяч. Ну, а так Инфеев ситуацию контролировал, как кажется. Полета мяча. Смотрим. Ерошек убирает под правую ногу. Можно бить. Опоздал. Опоздал немножко, Вирже. Тогда уже нужно было еще замах делать и вправо еще мяч проталкивать. Может быть, штрафной какой-нибудь был. Березуцкий. Слишком закрытый мяч. Там все-таки вратарь. Штрафной площадки имеется. И понятно, что на лихой он сможет сыграть. Открытый футбол в эти минуты пошел. Насколько это возможно, исходя из тактики хозяев. Вы знаете, вроде такое ощущение у меня было, что футболисты ничьи уже подустали. Вот видите, какой-то взрыв он никуда. Может быть, на отдельной вспышке сил хватает. Вот этот удар. Да, видно передохнуть немножко. И потом опять с новыми накопившими силами он начинает атаковать по мере возможности. Березуцкий на Рахимича. Справа Гусев один стоит. Через него атаку армейцы не строят. Жирков тоже подустал. Это видно. И смещаться сейчас в центр. Может быть,еленок не хватило. Ерошик воспользовался оплошностью. Иржи. Скрытая передача на Кириченко. Немножко сбились, мне кажется, армейцы на индивидуальную игру сейчас. Не нахуйлись. Может быть, не столько сбились, сколько не соразмеряют, когда что делать. Я не против, конечно, и нужна индивидуальная игра. Но иногда бывает ход намного интереснее, когда можно в передачу сыграть. Вот это не хватает армейцев, как мне кажется. Березуцкий снова здорово играет Алексей на перехвате. Можно идти вперед Ерошику. В борьбу на Олеча. Если он бил. Хорошо, что так получилось. Обводка. Есть еще в адрес. Скидка благодаря Ерошику неудобная. Ну, немножко. Надо было бить Ерошику. Надо было бить. И обязательно бить. И вот сейчас. Судья сейчас дает карточку. Лайзен с желтой карточкой получится. Жалко. Такая ситуация. Голевая ситуация. Илья, вы правы, что началось все. Ну, бей Ерошик. Ну, попадешь ты или не попадешь в ворота. Но, по сути дела, он создал контратаку и Лайзенс. Хотя, я тоже не должен был нарушать правила. Там еще до ворот ЦСКА было очень много. Но карточка. Нет, чтобы поворотом пробить. Ну, мы получили карточку. 20 минут до окончания этого матча. Медперсонал не в чьи на поле. По-прежнему колдует врачей на потерпевшем. Видно. Болезненный удар. Еще раз напомню, что одна заметно есть в резерве у Валерия Газаева. Шершун, Феррера, Попов, Мандрыкин и Березуцкий. Очень обидно будет, если армейцы не сумеют дожать соперника в оставшиеся 20 минут. Потому что преимущество и игровое, и территориальное у них. Атака через левый фланг. Неужели угловой? Нет, я думаю, что судья будет... Акинфеев просто так в сердцах рукой макнул. Да, в какой-то мере подслуживать будет. Хотя это нереально, но... Тоже непонятно, куда тут дальше делал футболист Медчук. А это тот самый заор Тагизаде, который, помните, справа. Не так давно тоже. Не совсем нацеленный, не совсем осмысленный. И передачу вырезал Герошик. Как легко Олеч уходит с такой скоростью. Ну, здесь Гусев опять опоздал. Ну, хорошо, исправился. Вот мяч подобрал. Сейчас должны армейцы атаку организовать. Результативно. Потому что время уже... И снова можно бить. Передачи нет положения вне игры. В момент паса не был во вне игры Кириченко. А вы знаете, они не разобрались сейчас, армейцы. Не побежал туда игрок. Немножко рискованно играли сейчас Шемберес и Акинфеев. Акинфеев из ворот вышел. Здесь, видимо, это был голос со стороны Акинфеев. Он сказал, сбрось. Потому что так вряд ли будет играть защитник, не слыша ничего от вратаря. И опять жесткий подкат. И опять останавливает арбитр встречу. Досталась видаде Рзаеву. Ну, такие паузы. Понятно, что больно. Но скажем о том, конечно, что такие паузы на руку. Игрокам азербайджанского клуба. Наступил Ерошек. Нарзаева. И увидим, что вроде бы поднялся на ноги 18 номер. А потом почувствовал, что необходима остановка. И вновь в камеру выхватывает Валерия Газаева, которого к рамке поля пытается что-то своим подопечным сказать, объяснить. Объяснять уже надо, потому что время-то уходит. И намного лучше, когда, допустим, армейцы недопустимы. Неужели запасные, я вот подумал, не в чьи выбежали. Первый раз вижу, чтобы люди, которые отвечают за вынос носилок, были в футболках с номерами. Может быть, это те футболисты, которые... Нет, это не запасные. Это молодые ребята. Это верно. В глубоких запасах. Ну да, но перспектива команды не в чьи, скорее всего. Гиктор по стадиону объявляет о том, как проходят другие матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Вы владеете информацией тех встречах, где, по крайней мере, счет открыт. Неплохо. Неплохо было до пасы Кириченко. Ну, даже так, все-таки армейцы оставили мяч у себя. 15 минут, и, мне кажется, уже вряд ли в оставшееся время матча рисунок его как-то поменяется. Ну, и тем не менее, все-таки Бакинцы опасны в контратаке. Нельзя спустя рукава с ними играть. Надо при полном внимании относиться к этому. Особенно вот в контратаке, который мы видели, вот с хорошим ударом. Неплохо. Неплохо Лайзенса Кириченко. И офсет, по-моему, нет? Нет, там просто как-то на опорной ноге, по-моему, Кириченко оказался. И он просто же не мог бежать дальше, потому что с опорной ноги вряд ли побежуще. И опять вот туда, не глядя передача, на Гурбана Гурбанова, который столько сегодня рывков совершил. Тоже, да, в какой-то степени шанс для игроков. Я не думаю, что игроков Непчиста, они как-то серьезно думают о основном турнире Лиги Чемпионов. Для них важно сыграть с таким именитым, учитывая все обстоятельства соперникам. А опять же, российский футбольный рынок настолько сегодня привлекательный. Если даже не клубы премьер-лиги, то наверняка сейчас в первом дивизионе смотрят за игрой между ЦСКА и Непчей. И никого-то взяли. Так же, как-то вообще футбол, большая пирамида, хорошее спецслово, что игроки из низших клубов стремятся попасть в клуб, который выше рангом стоит. А другие, в вершине вообще, в Реал Мадрид и клубы, которые находятся вообще на первых ролях, ставили о рангах европейских. Так что это естественно все. Вышедший на замену Ильшан Гамбаров заработал угловой. 11 номер, вот на кутином планом. Аделья Бессершенбера сам мяч пресек лицевую. Ерошев грамотно позицию занял. Оказался на пути мяча. И там неутомимый Олич постоянно прессингует, напрягая от чужих защитников. И опять 11 номер Гамбаров. Неплохо вошел в игру. И за счет его активности Мичи сейчас зацепился за мяч на своем правом фланге атаки. И по головам вышли вперед. 4-3. Быстро разыграли мяч бакинцы. Нет, это все прострелы, передачи. К нашему счастью, эти передачи просто не... Но, допустим, не за чем даже сравнить, как змея бежала. По-прежнему 0-0. Нет спешки какой-либо в действиях армейцев. Понимают они, что ответный матч в Москве... ...изначально делает их настроение не самым плохим. Олич, но все равно хотелось бы забить и хотелось бы уехать в сухую победу. Небольшую паузу, мне кажется, взяли сейчас футболисты московского клуба. Для того, чтобы уже потом, вот последнюю 10 минутку ударно провести. Ну, а Вистово 7-2 уже выигрывает Юлита Джорджин. Франковский покером отметился. И вновь Ролангусев бежит подавить угловой. Интересно, что ни разу Юрий Лайзенс это не сделал. Очень четко распределенный ролей в Суискар. Если не идут передачи у Гусева сегодня, может быть, вместо Ролана... ...платыж по себе... Может быть, действительно просто вот так вот. Ну, Каигродский-то может быть и не Гусева подавать, а может быть и не подавать, а разыграть мяч, попытаться. И разыгрывали полностью. Подача, где мяч, где вратарь. Вот, увидели мы. Сошлись они в одной точке, и мяч и голкипер. Выиграли борьбу за подбор бакинцы. Березуцкий там. Ну, нельзя давать ему выходить оттуда. Нельзя, правильно. Лайзенс сыграл, но, к сожалению, нарушил правила. Он только так. Думаю, что более чем устраивает такой счет бакинцев. Не торопятся они спокойно. Пусть движаются с мячом. И чаще, в последнем, через фланги. Играют чаще, но не точно. А вы знаете, Илья, конечно устраивает. 0-0. И неизвестно, как в Москве они будут играть. Может быть, они еще что-то другое придумают в плане оборонительной тактики. Да, не пропустить на своем поле. Вот так вот на Еврокубковом уровне это дорогого. Сколько мы уже знаем таких примеров, когда заведомо команды, которые не преминктовали на что-то большее, проходили более сильные команды. Илья, Илья, в таких ситуациях, в таких играх надо через «Немогу». Вот тогда будут голы. Березыцкий. Практически все атаки сейчас через «Герошика» армейцы пытаются построить. Лазинц ближе играет к Трофимичу. Запалились в УНЗ армейские фанаты. Готовились, наверное, они отпраздновать вот этим фейерверком забитый мяч. Не хватило у них терпения, хотя, я думаю, фактический запас на это не заканчивается. Ну не вести же назад. Красивый панорама стадиона нам дает режиссер трансляции. В который раз Гусейн Магомедов, основной голкипер, не в чем убивает мяч. От своей штрафной площадки вперед туда, на чужую половину. Олеч. Не надо было, наверное, Олечу нуждать правила. Надо было просто сопровождать игрока, чтобы он сделал. А Олечка, к сожалению, к нашему просто упростил задачу. Ненужный фолк, не нужная ошибка допустил во дворе. Интересно, только одну замену произвел Казбек Туаев. Вот, видимо, вторая готовится. Подошел сейчас к четвертому резервному арбитру. Кто-то из представителей не в чьи. И бумажку отдал с номером футболиста. Тагизаде. А что Тагизаде так все-таки не может перебить нашего защитника? А как уже три прохода с правого фланга очень такие опасные были бы. Вильчин Рахманов, у кромки поля, молодой игрок. Относительно молодой. 79-го года рождения уже, наверное, нет. В самом рассвете, 25 лет. Еще один угловой. Сколько угловых было с правого фланга? Хорошую замену сделал, да? Тактическую. Казбек Туаев. Ну, если игрок так активно вступил в игру, конечно, это оправданно. Вместо вида Дерзаева, подуставшего ветерана команды 67-го года рождения, Ильчин Рахману вступает в игру под восьмым номером. А две замены оба главных тренера использовали. И смотрим, как сейчас угловой разыграют хозяева. Ильчин Рахману вступает в игру под восьмые тренера, подачи, подачи, подачи. Рассматривать команду на боку перед игрой с торпедой. И очень запомнился меня. Он только начинал в своем составе играть. С хорошим дриблингом. Амельцы не успокаиваются на 0-0. Пытаются атаковать даже не то, чтобы из последних сил, из запаса последних сил. Олеч. Передача в центр, а Кириченко ждал иной передачи. А вы знаете, правильно, Илья. Я думаю, что вы о том же подумали, о чем я. Надо было, Олеч, просто мяч оставить пяткой Кириченко. И тогда бы просто шикарный момент был. И не забить бы. Если будет повтор, не забить бы Кириченко просто, наверное, не смог. Тем более с его координацией. Ну, хотелось, чтобы повтор был. Но не знаю, будет ли. Надо потерпеть еще немножко. 6 минут до окончания второго тайма. Пусть еще там 2 минуты арбитр добавит. Собраться из последних сил. Исло 8-2 выиграю. Все-таки имеет такое преимущество. Забидно было, если армейцы не забьют мяч. Победный. И опять Ролан мяч не сумел туда направиться, куда это было нужно. На ближний угол Вратарской пошла подача. И там 14-й номер. Рошад Садыгов. Первый был мяча. Это надо попробовать, может быть, и нападающему кому-то из ССК этот мяч попытаться сыграть. Не защитнику сыграть, а армейскому нападающему. А может Кириченко, который вышел. Такое ощущение, что есть в арсенале, в тренировочном арсенале левчи. Такое упражнение, как квадрат, мяча не держит. После их песня очень легко, комфортно. Повторюсь еще раз, ведь и бакинская команда, и все команды из-за Кавкази, и в те далекие времена также играли в такой футбол комбинационный, вот именно с короткими передачами, довольно-таки точно, с импровизацией. Так что стиль-то сохраняется, тем более тренер Казбек Туаев из того прекрасного футбола, который показывал команду. И в Чебаку они были призорами и чемпионат Советского Союза. Так что ничего удивительного в этом нет. Еще одного полузащитника готовится выпустить в игру Казбек Туаев под пятым номером у кромки поля Элтай Аслан. Не просто сегодня пришлось Чи Диоди, а большую часть матча играл нигереец против, не опасно, да, против Гурбана Гурбанова, капитана, лидера команды. Поэтому к атакам нигереец практически не подключался. А вот Алексей Березуцкий, у которого полегче жизнь была, потому что за ухта Гизаде он сыграл далеко не лучшим образом. Постоянно шел вперед и даже как правый нападающий в ременье, показывался в этой зоне. Место шестого номера Рошада Садигова. По пятым номерам в игру входит Элтай Асланов. Взамен у Казбека Туаева больше нет. Ну, брошено в бой все, наверное, все лучше, чем располагает Казбек Туаев. Время остается, к сожалению, для армейцев, остается чуть меньше четырех минут. И были моменты, действительно, чтобы забить, и не один момент. Ну, где-то что-то, вот опять же, где-то чуть-чуть не хватало армейцев. Вот в каких-то комбинациях и неплохие моменты были. Вот там не отдал, там на себя лишку взял. Поэтому и результативной группы не получается пока. Но, надеемся, еще четыре минуты есть. Главное, что теперь полностью получено представление о тактических, игровых возможностях и команды, и каждого футболиста-соперника, теннисским штабом ЦСКА. Я знаю, что в армейском клубе сейчас достаточно приличная научная группа подбирается, работают над различными вопросами в этой области. Появился новый руководитель вот этой научной группы. Так что, я думаю, будет вся необходима информация у Валерия Газаева, которую он пожелает иметь. Я думаю, если команда ЦСКА будет в хорошей форме, подойдет к этому матчу, то проблем не должно быть в ответном матче. Вот есть ощущение, что доигрывают соперники матч, что 0-0? Учитывая, что впереди встреча, еще... Ну, может и так. Ну, я думаю, что, скорее всего, и армейцы уже поднакушались, если так вот выражаясь таким языком. Все-таки жарко было. Очень брак пошел такой неоправданный. Ну, не все. Вот есть, допустим, Мирошек, выглядит... В карточку будет? В карточку будет. Ну, просто ни к чему. Там он бежал на... На Оди, по-моему. Давайте посмотрим. Ну, не хватай руками, беги за ним. Ну, вот пример, значит, силенок нет. Да, я, вовсе, я ошибаюсь, но карточка к чему она нужна? Если что-то дальше продолжать, борьбу за этот престижный трофей, выходить на другие уровни, то эта карточка в самый нужный момент сыграет злую шутку. Штрафную сейчас будут разыгрывать хозяева. Большими силами потянули вперед игроки в полосатой черно-белой форме. И, видимо, подачу мы увидим. Шемберес выиграл практически все мячи в своей штрафной площадке сегодня Литовец. Стоит это отметить, безусловно. Олеч отскочил от мяча, пытаясь смутить соперника. Соперника рядом и не было. Если честно, так и не могу понять вот эту статистику. Саре перевести 2-3, что она означает? Может, не игры? Я, к сожалению, тоже отдельные слова так не знаю по-азербайджански. Думаю, отметит на после матчей пресс-конференции Валерий Газаев команду своего давнего знакомого Казбека Туаева готовый раз Валерий Газаев и начинал свой путь. Начинал по воле, как я сам вам рассказал, когда работал Казбек Туаев со спартаком Саджиникидзе. Чёрт Сау. Да, вот такая замена типичная для Газаева, как и в матче против Рубина. Он выпустил Шершина, стремясь удержать вот этот ноль в вороне. Буквально за считанные секунды до финального свиста. И вот сейчас тоже нечто подобное мы видим. Идёт уже добавленное время, по-моему, 3 минуты, если не ошибаюсь. Главный арбитр добавил. Должны армейцы проходить команду из Баку. Азербайджанские нефчи. В этом мы сегодня убедились. Соперник более, чем по зубам. И соперник, который, в принципе, ничего действительно острого у ворот Игоря Кенфеева. Ну так отдельные полумоменты были, если уж так подводя итог этого матча. Отдельные моменты были. Был прекрасный удар. С лео инсайда хороший. Но всё это около. В армейцах, конечно, более опасные моменты были. Хорошо, что ответный матч дома. Хорошо, что ответный матч в более-менее привычных погодных условиях. В общем, будем ждать, надеяться и не сомневаться. Ну и армейцам тоже, в общем, надо себе намотать на лучшую. В общем, если они подумают, что в Москве будет простая игра, то я думаю, что они ошибаются. То есть, быстрый гол надо забивать. Потому что бакинцы сейчас играют сзади в 8 человек. В Москве, наверное, все 10 будут играть. Хорошая передача, какая сейчас прошла. Удар не получается, к счастью для нас, у Рошада Садыгова. Зевнули вот эту диагональ армейские защитники. Березуцкий сместился в центр на подстраховку Шемберса. Кто зевнул-то? Чей это игрок-то? Это 20-й у нас. Иржи-Ерошик. Зона, может быть, и Жиркова была. Не знаю, надо целиком было видеть. Тем не менее, значит, в данном случае Ерошик подстраховывает. Но с опозданием. Ну, хорошо, я говорю, так все обошлось. Третья минута идет добавленного времени. Юрий Жирков зацепился за мяч. И отворот, к сожалению, вместо углового. Так хотелось на последних секундах увидеть еще один удар по воротам Бусеяна Магомедова. И финальный свисток. Первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и Невчи завершился в ничью 0-0. Будем теперь ждать ответ на игры в Москве. Вместе с вами были редактор трансляции Матвей Вознесенский и комментатор Вадим Никонов и Илья Казаков. Всего доброго. До свидания. Аплодисменты. Аплодисменты.